В Ленинградской области продолжают свою работу форум «Ладога-2015». Эксперты уже подсчитали. В этом году молодежная площадка собрала рекордное количество участников. На берег Финского залива съехались более 1200 активистов и студентов со всего северо-запада. Но делегация Ненинского округа продолжает удивлять организаторов форума. Накануне наша спортсменка Александра Столярова стала самой быстрой в забеге на 100 метров во время сдачи норм ГТО. Она показала лучший результат. Кроме этого, сборная НАО в первом туре волейбольных соревнований выиграла у Карелии и вышла в следующий этап. На форуме все эти дни работает наш корреспондент Любовь Пермякова. Сейчас она расскажет о значимых событиях. Вчера было тоже очень интересное мероприятие. Все участники форума, желающие, сдавали нормы ГТО. При каждой возрастной категории были свои нормы. Наши ребята справились с этим заданием на отлично. Все нормы ГТО сдали и даже были очень хорошие результаты. Одна из наших делегатов, Саша Столяренко, заняла первое место в беге на 100 метров. И также вчера была организована интересная встреча с известным режиссером Мицхевичем. Все, наверное, знаете, что в прокат вышел новый фильм «Батальон». Перед этой встречей ребятам предлагалось посмотреть этот фильм. Фильм поставил вообще глубокое впечатление. Наши плакали даже. И вот потом появился сам режиссер этого фильма с некоторыми из актеров. Встреча длилась около 35 минут. И ребята задавали все интересующие вопросы по фильму. Вопросов оказалось очень много. И наши делегаты тоже в этом активно участвовали. Напомню, в составе нашей делегации 15 человек. На форуме они выбрали разные направления. Сейчас ребята готовятся к закрытию лагеря и заключительному концерту, который состоится 28 июня. Мы очень много готовимся сейчас к галоконцерту, который будет проходить совсем скоро здесь на главной сцене Ладоги. Учим вальс, учим песни, делаем с участниками, которые из разных регионов. Также из Санкт-Петербурга, многие, кто-то из Вологды, кто-то из Калининграда. То есть из нас всех делают что-то одно.